Вы уже в курсе про 48 часов изоляции для всей команды, но еще не в курсе, в каких условиях наши ребята будут находиться следующие два дня. Прямо сейчас знакомимся с нашей гостиницей. Ну и, конечно, главная фишка всех наших номеров – это какие-то знакомые. Просто зацените. Андрей, ну как у тебя доставка? Питание. Поговори со мной, мы с тобой еще увидимся только уже на ужине. Давай, Болойчик, немножко подразгодите кругу, на самом деле. О, Федя, ты только проснулся. Руки на ширине плеч. У вас не такие широкие плечи. Тренеры, ну вот по работе вы смотрите, кто из хоккеистов подхалтуривает, а кто отдается полностью. Да, никто, нет. Все полностью? Да, интересно, вы университет, где вы? А сазан, скушиваешься, что ли, что ли? Федя, смотри внимательно и нормально работаем. Кто там все улыбаешься? Наконец-то наступил второй день. Сегодня мы снова сдали все отрицательные ПЦР-тесты. И теперь можем выйти из наших номеров. Скорее пойдем посмотрим на наших парней. Мы не совсем соскучились. Это какой-то другой отель, наверное, лестница. Нет, вообще, другой мир. Какая разница? Главное, наше счастье, что нас вообще выпустят. Скучал по тому в команде больше всего. Честно? Да. Не знаю, словно сказать. Наверное, Егор Сидор, что-то, парень. Как-никак. Мастер? Да, мастер на все руки. Скажи мне, как проходят твои руки. Да как, трудно, как? Чем не трудно? Да, хоккей включил. Включился к браузеру, хоккей включил. Смотрю хоккей целый день и все. Михаил? Нет, чемпионат мира. А, молодежный. Как вообще морально тяжело два дня только находиться? Ну, я не знаю, как сказать. Конечно, тяжело, но вечером все-таки кетировка, так что нормально. Форму поддерживать по зуму, насколько непривычно. Очень непривычно. Слушай, ты всех русских знаешь, что сейчас немцы пришли. Ты не в курсе там сборной этих, не знаешь, ребят? Вообще, если честно, никого не знаю, но... Но познакомишься? Ну, может быть, познакомимся. Но лица интересные, конечно. Но мы их не знаем. Ладно, не заводись, пошли ездить. На, поесть уже. Ну что, потом скучаешься. Поденелся чечили. Мне очень скучно. Ваня, ты по нему не скучаешь. Я правильно скучаю к меня? Скучаешь? Да. Что тебе не хватает? Танофе. Я его воспитываю в рабочем. В рабочем воспитываешь, но... Никита. Что? Самостоятельный ты, да? Можешь сам играть. Давай, кстати, ну, сходи снимай. На что играем? На 05 гол. Давай, понеслась. До первого гола. Разминочная? Какая тактика у вас на этот? Тактика у нас, этот самый, гибридная. Как это баронки или как? Это и так, и так. Расскажи, что будет его пакета. Давай ты нам его подаришь. Пожалуйста, забивай. Андрей, ваша аккредитация. Расскажи, какая тактика. Просто лопайся. Аккредитация. Никита, ну у тебя, я так понимаю, какая-то философия игры есть все-таки, да? Да. Какая? Смотри. Сейчас покажу. Так себе философия, нет? Митрий Викторович, мне кажется, что атмосфера сегодня, после двух дней карантина, просто какая-то невероятно прекрасная. Естественно, давно не виделись. Одиночество все-таки, это не шутки. Ну как тебе первый глоток воздуха американского-то, ну? Ну, это уже там от меня открываются только через это. Представлял, как дышал. Представлял когда-нибудь, что выход на улицу будет таким приятным событием? Нет. Отлично, хорошо дышится, очень. Свежо. Погода отлично. Как два дня сиделась-то в комнате? Хотелось бы прерваться побыстрее. Так нормально, отдохнули. В часовой поезд, кстати, быстро вкатился или нет? Ну так. Только вот, наверное, сегодня более меня вкатился. Так трудовато было. Андрей, ну давай расскажи, почему тебе Америка-то не впечатляет? Ну, я был уже в Америке, поэтому, когда я это уже видел, не смотрю на это как-то. Ну, первый раз. Ну, короче, ты уже, получается, повидал всю эту тему, да? Ну, можно сказать, да. Ну, практически как в жлобине у тебя, да? В жлобине покруче. Коль ты мастер во всем, ты предложишь очень быстро, сходу, предложишь конкурс для всех подписчиков YouTube-канала «Хоккей Беларуси», в котором мы разыграем вот этот пакет из Далласа. Чистый, чистый Даллаский пакет. Давай, что нужно сделать в комментариях нашим подписчикам? Подписаться на мой канал. 68, Сидоров, 68. Так а что в комментариях надо написать? В комментариях надо написать поддержку сборной головы на чемпионате мира. И про Сидоров какой-то хэштег, наверное, да? Нет. Петь, а какой хэштег про Сидоров? Давай придумаем. Сидор дежурный. Короче, давайте подытожим, пацаны. Нужно будет написать слова поддержки нашей сборной, которую она хоть сейчас в Далласе, поставить хэштег Сидор дежурный. Ну и все. И потом мы командой выберем самый интересный комментарий. Надо будет поддержку сборной головы на Лучше дописаться. И у нас вперед. Так я же про это и сказал. А, это еще значит.